Если я в целом об отрасли, то у вас очень длинные инвестиции, и в целом перспектива и прогнозирование налогового обложения – это очень важный вопрос. Вы ведете переговоры с правительством, какие-то консультации ведете? У вас есть понимание, что будет в этой части через 10-20 лет? Переговоры – это правильное слово. Это действительно выглядит как такие очень тяжелые переговоры с явным разделением сторон. С таким подходом сторон – это, скорее, игра с нулевой суммой. Наверное, почему это так происходит? Потому что фокус в этих обсуждениях действительно очень краткосрочный. В этой дискуссии превалирующим моментом является вопрос рисков для бюджета, возможных налоговых потерь. Хотя мы действительно отрасль с очень длительным инвестиционным циклом. И мы обязаны думать, работая в этой отрасли, о перспективе 10, 15, 20 лет вперед. Это наши инвестиционные циклы. И, к сожалению, разговора на таких горизонтах явно у нас недостаточно между нами, правительством, вообще всеми участниками отрасли. И вот если мы будем говорить об этом, в такой постановке задач, что нам нужно сделать для того, чтобы иметь стабильный источник дохода для государства и отрасли в долгую, тогда, мне кажется, и сам характер этой дискуссии будет совсем другим. Мы прежде всего должны говорить о создании ценностей, о создании стоимости дополнительной. Уже вторичен вопрос, как мы разделим между всеми участниками. Этих разговоров явно недостаточно. И задаю сейчас вопрос разным участникам в отрасли на горизонте 10-15 лет. Что важнее? Бажен, третичные методы, не открытые пока запасы. Разные участники дадут разные ответы. В этом нет консенсуса. И поэтому, если непонятно, что важнее, то и непонятно вокруг, чего мы объединяем усилия, на что направлены наши усилия по созданию дополнительной ценности. Сначала нужно в этом определиться, потом уже говорить о том, как мы поделим. Само собой, это не произойдет. Нужны дополнительные механизмы межведомственного взаимодействия. Нужны группы, команды со стороны правительства, со стороны отрасли, которые над этим должны думать недели, месяцы, годы, столько, сколько потребуется для того, чтобы эту ценность дополнительно создать. Есть хороший свежий пример. Технология ПАФ щелочного заводнения. ПАФ — это что? Поверхностно-активные вещества на Солынском месторождении. Пилотный технологический проект нами совместно с Shell реализован. На пилотном участке мы добились очень значимого, мне кажется, сам результат, сама цифра говорит сама за себя. На пилотном участке КИН, коэффициент извлечения нефти, был за счет применения этой технологии достиг 69%. 69% — это для отрасли российская цифра абсолютно беспрецедентная. Но в существующих налоговых условиях проект не может быть реализован. Почему? Потому что условно в цене 70 долларов за баррель, примерно 30-40 долларов за баррель у нас забирают автоматически такой вымененный налог, а вот из оставшихся мы должны финансировать производство и развитие предприятия. С применением этой технологии общий уровень затрат выше, чем то, что нам остается за минусом налога. Мы не можем работать себе в убыток. Но важно то, что применение этой технологии создает дополнительную стоимость. Это для государства не стоит ничего. Мы готовы инвестировать в применение этой технологии, если будет другой налоговый раздел между государством и недоропользователем, который учитывает фактический уровень затрат, фактический уровень прибыли по этой дополнительной нефти. Результат технологический получен, но разговора об этом нет. Я не знаю, кому это интересно, кроме нас. Хотя эффект от применения этой технологии только в периметрах госпромнефти — это дополнительно извлекаемые запасы примерно 250 миллионов тонн, в масштабах отрасли — это миллиарды тонн, это десятки миллиардов долларов дополнительных доходов. — Не считали для себя, какой механизм налогового раздела сделал бы этот проект конкретно эффективным и целесообразным? — Есть несколько вариантов. Идеальным был бы механизм применения НДД, который заключается в том, что сначала прибыль формируется, потом уже происходит раздел. Прибыль и налог, который мы отдаем государству, прибыль, который остается предприятию. Данный проект не может войти в пилоты по НДД, потому что объем добычи на Солымской группы месторождений достаточно большой, в квоту этот актив просто не умещается. Есть альтернативный вариант, который также мы предлагаем. Это, например, механизм вычета дополнительных затрат из НДПИ или применение понижающего коэффициента при расчете НДПИ в том случае, если применяется технология, которую можно описать. Ее можно описать с точки зрения технологических параметров, ее можно описать с точки зрения объема инвестиций, которые компании НДПИ должны вложить для того, чтобы претендовать на другой механизм налогообложения. Можно сформировать расчетные алгоритмы, которые будут разделять базовую нефть и дополнительную нефть, которая получена за счет применения этого метода. В этот разговор серьезно нужно просто войти, для того, чтобы найти решение.